МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветственный поклон в начале урока, как жест уважения, признательности педагогу. Это сейчас Елена Аникина наблюдает за юными балеринами из зрительного зала, а когда-то сама порхала над сценой в балетной пачке, одаривая зрителя воздушными реверансами. В далеком 1978 году, когда я поступила в хореографическое Саратовское училище, и по окончании восьми лет, когда я его закончила, ушла работать в театр. Свою профессию, как признается хореограф, выбрала глазами. Тонкое изящное искусство классического танца в исполнении балерины Екатерины Максимовой проникло в самое сердце и зажгло мечту. И она сбылась. Великолепная бейдерка, лебединое озеро, щелкунчик, корсар. И это не весь репертуар артистки балета Елены Аникиной. Встали на Батман Тандю. Батман Тандю – одно из базовых движений классического экзерсиса. В переводе с французского означает «отведение приведения вытянутой ноги». После качественной разминки на все группы мышц можно приступать к пальцевой технике. То, ради чего поклонницы терпсихоры так стремятся в балет. Милана Галимова в балетном классе с трех лет. Ее любовь к этому виду искусства началась внезапно. Я смотрела спектакль «Золушка». Девочки красиво танцевали. Я подумала, что, может быть, мне тоже так заняться. Стать красивой балериной, стоять на пуантах, танцевать. По словам хореографа, эта профессия сложна и многогранна. Всегда быть примером, любить детей, свое дело, деликатно и трепетно передавать русское танцевальное искусство. Тот стандарт золотой, который мы выработали, и на нас равняется весь мир. Поэтому, слава Богу, вот то, что это наше и великое, которое надо сохранить в классическом наследии. А в этом танцевальном зале сегодня одни мальчишки постигают азы русского народного танца. Класс ведет Денис Колпецов, хореограф с большим танцевальным и педагогическим опытом. Танцевал в Государственном академическом театре танца «Гжель» и даже служил в военном ансамбле. Энергии заводного народно-сценического танца готов поделиться с каждым и точно знает, он им понравится. Это хлопушки, трюки, помахать шашкой, кричать на сцене какие-то кричалки. Естественно, это им нравится, когда их много. Это смотрится заводно, весело. Вот это их и притягивает. Никакого современного танца даже их потом не оттащишь из-за ушей. Подняли ножку и сильный хлесткий хлопок. Раз. Идет. Притягивает всей ногой. Еще раз. Готовы. Хлесткие удары ладонью – один из элементов русского народного танца. Удары выполняются на сильную или слабую долю такта по колену, бедру или голенищу. Михаил Темичев не смог отказать себе в удовольствии попробовать на вкус народный танец. Признается, с первого урока попал под обаяние своего педагога. Серьезный человек и всегда хорошо объясняет. Понимаешь, с первого раза. Требовательный? Да. И пусть сейчас они все больше за кулисами, их талант продолжает жить в каждом движении учеников. Требовательные, эмоциональные, увлеченные – настоящие проводники в мир танца. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».